Чувашию посетила делегация Центральной избирательной комиссии России. Члены ЦИКа подвели итоги президентских выборов и проверили подготовку к единому дню голосования, который состоится 9 сентября. Если для избирателей выборы главы государства завершились 18 марта, то для членов Центральной избирательной комиссии – 4 июня. Только в начале лета были готовы все отчеты и проведен анализ кампании. Республика Чувашия не прозвучала нигде в отрицательном плане. Ни по одному показателю мы не могли бы предъявить претензии нашим коллегам, которые отвечали здесь, на территории республики, за организацию президентской кампании. Сейчас в разгаре очередная избирательная кампания. 9 сентября в стране пройдет единый день голосования. В Чувашии выберут депутатов сельских и городских поселений. Сейчас зарегистрировано. Кандидатов в среднем получается 4 человека. Более 4-х человек на одно место. Причем очень активно участвуют, как обычно, парламентские партии. Но в этот раз и большое количество самовыдвиженцев. Это 93 человека на 82 вакантных мандата. То есть тоже более одного человека выдвинуто в порядке самого движения. Пока при подготовке к выборам серьезных нарушений не зафиксировано. В республиканский ЦИК поступила одна жалоба. Было заявлено, что со стороны одного из глав администрации якобы оказывалось давление на кандидата. С тем, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов. Мы сейчас это все будем проверять. И если факты подтвердятся, то будем принимать меры. В избирательной системе страны наступают перемены. Сейчас начата разработка избирательного кодекса Российской Федерации. Этот документ поможет повысить прозрачность выборов. К следующему году будет готов проект. Потом начнется его официальное обсуждение уже с депутатами. Это тоже будет, я уверен, длительный процесс. В идеале было бы здорово провести следующий парламентский выбор 2021 года уже по избирательному кодексу. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика.